Вы ешьте. Тихо. Посудой не гремите, зубами не чахайте. Лиля мне в руку подавила. Ну ладно, слушай. Так, сейчас сидите молча, я буду спрашивать, а вы отвечайте. Поднимайте руку. Кто одну кружку набрал с рыбной ягодой? Кто две? Две, да? Две, вот двое. Два, две, три. Три, четыре. Пять. Хорошо, молодцы. Шесть. Ты должен учителю отдать половину. Минимум, ты три-то не набрал. Шесть, семь. Восемь. Поверю. Половину отдать учителю. Так что на четырёх. Восемь девять. Десять. Вот. Теперь понятно, что? Второй раз пошли. Количество ягод, другое. Вот это, то есть ягод его не оставляю. На специальную посудину. И на нём вставляю. Выберем его вот это, запомните, хорошо. Вот так. Вот. Чё-ка подальше там что-то. И это дальше. А надо рядышком поставить их сюда. Чтоб двух не ловить. Фрося мне пятую кружку валит. А я тут подошёл. Видали, сколько? Одну. Пришли вместе. И он даже ни грамма не затаял. Не волнуется. Совесть его не сжигает. Он совершенно спокоен. Спартак. Настоящий. Я вот так дело не пойдёт. Фрося, подкрыла своего. Вот с этой стороны отпросит. Не шаг туда. Отстань маленько, чтобы видел, как у него руки шевелятся. А он на одну руку опёрся. Монумент. Памяти к Петру Первому. Смотри, как, Фрося. Я не успел вернуть это дело. Он вот так вот везро. И там кружка свою развернулся. И Фрося. Я даже не успел посмотреть. Так я вот снова разворачиваю. Ты Фрося туда лицо. И ты туда же. А она щует, где ягоды. И ты рядом гляди. И подальше, чтобы в размах руки ее касался друг друга. Кое-как я его убежал. Одна кружка пошла, вторая отвезет. Фрося не просто берёт, а она учитель. Это тоже где попала шарик. Я с другой стороны к Фрося. Брата ее. У него и странно пошло. Так что мы просили ей 10. 17. А все 15. 17. 13? 17. Да нет, а ваше все это не надо, а половину только. Ну нет, если мои 4, я плюс 3, Дмитрий, на 3. Так, я с зубами пальцами не ковыряю. Возьми какую-то спичку. Мне 8. Приношу благодарность и просили Андрея. Дело в том, что сегодня пошли. Ягод у нас много. Кому? Ну кому тут? Надежда Васильевна, она не может. А другое. Ведерка. Сколько ведерка? Там литр 4? 3? Сколько ведерка? Это 7. Это 7. 7. 7, тихо. Память, 4, 4, всем тут дают. И Люба нам помогает, она одна тут, там у нее гости приехали. Она любила, взяла сразу? Угу. Все. Она сколько наблюет? Там просина есть. Мое есть нет, не знаю, я старался. Я смотрю на просина есть. Я тоже вижу ягоды как-то, но с ней у меня не получается, меньше. Хорошую ягодку у меня там вот положить. А она никаких. Как только уходите, она уже, гляжу, с места она рядом идет. Я говорю, кружки все отдавать, она не отдает. Она видом из кружки. Бач, пригоршню, сколько там есть, чтобы дорогу хоть маленько повезть. Все. Понимаешь, Калик? Но мне надо никуда искать, и какие дырвы, а они рядом. Статимош, ты понял, с чем я говорю? А что глаза открыты задержи? Так что по ягоди мы ходили. Если Господь благословит, завтра мы кончим занятие. Так, в 2-3-го добеда весь время. Дети просятся туда пройти под тоннель. Ну и мы каждый год это удовлетворяем. Пойдем и выйдем туда все. Вот. Больше всех не хотел, кто у меня пойти на ягоды. Но я-то никак не могу дописывать. А мы неплохо были. Сергей Павлович, отвез, привез. Ну. Это единственное, что мне понравилось. Ну это хорошо было. Тут ягод больше не увидишь. Туда не пойдем больше. А они в прошлый раз были еще зеленоватые. А тут поспели прям грозди. Лисят грозди. И мы набрали сколько ведерок? Три. Четыре. Сейчас набрали. Два унесли, там еще только три. Понятно? Как у нас ловко-то все это получилось. Вот этот вопрос мы решили. Не смотреть надо, как будет делать. Так, Виталий, ты принес что-то рассказал? Да. Давай. Внимание. И вот он показывает. Своё пределение. Никакие принесли. Никакие принесли. Никакие принесли мне их. Можно я объясню? Никакие принесли. Штанах, которые сегодня был, вот вечером, сейчас. Я в 2016 году все лето в них хотел. Ты мне не надо бастить. Я тебе сказал, что сегодня ты в храме был. Больше ты в этих блудных штанах не придешь. Принеси сюда, я объясню каждую пуговку. Что непонятно? Ты начинает милять как хвостой, как змея. Как змея у Жака подвела. Так, мне тогда не в чем ходить. У меня нет тогда ничего. Ну если только вот в костюме. Я тебе не сказал принести, показать. Я понял, но я подумал, что вот эти, Игнать. Да тебе думать-то не надо. Ты все равно криво думал. Если бы вы сказали, что... Я подумал, сделай мне то. А что думать-то, когда сказал, в которых ты здесь? Приди в них. Ты меня спросил, в них? Я говорю, да, а если в них тебе... Я про эти подумал, на тебе, вот про эти, джинсы. Я не знал, что у тебя есть. А он думал, о боте, который дома лежал. Я говорю, который на тебе? А вот он на тех, которые в магазине. Можно быстро? Не надо объяснять. Три минуты. Не сбегаю. Любовь тебе избегать принести. Мне не надо басни разводить. А то я тебя высажу отсюда. Будешь обедать в другом доме. Все, ты игру как будто затеял или еще. Мне это не нравится. Мы с тобой, друзья, братья, зачем это мне нужно? Бегом туда и обратно. Я вам объясню, как происходит вот эта одежда, кто ее кроет, с какой целью. Я вам все объясню. Я занимался каждым вопросом. Старался дойти до самой точки, до первого, которое там есть. В литературе, с людьми я встречался. В присутствии больших людей. Мне Бог позволил в жизни. Ты не смотришь, что я такой вот стою где-то. Вот тогда же я прихожу, сидят три генерала. Ну, понимаете, слово генерал, это не солдат. Это повыше маленько. Мэр города. Не просто мэр. А в десятку лучших баров России уходят, городов. Я зашел к ним, они говорят, а мы только о вас рассуждали. Тарас. А обо мне они рассуждали. Я говорю, к какому лоду пришли. Каждый говорит, перед ними тысячи людей прошли. Достижь этой должности генерал-лейтенанта, у него жизнь на это ушла. Так, зачем ты сейчас ходишь? Успокойся, возьми, почерпи. Не отвлекайся. Не спрашивай. Так, подожди. А ты черпала кружкой? Да. Вот она. Все правильно надела. Все, бери, ешь сколько нужно. Особенно выклеивай подсоквашку, которую я люблю. Она вам к месту будет. Люди, перед которыми прошли тысячи людей. Это прокурор края. Генерал-лейтенант тоже. Паранскую. Мне так говорят. Я попал на маленький сабаратующий путь. День рождения. И они на день рождения сидят и в этой вложке беседуют. Обо мне. Я говорю, а что вы нашли во мне? Знаете, вот мы все здесь сидящие согласились. Более счастливого человека мы никто не встречал. Счастливого? А мы для счастья на земле вроде бы не приготовлены. Немного погодя, я объясню. В интернете заходит на меня один человек, шолоховед. По шолохову работает. Стружкоп Александр. Процессор. И он наступает где-то, а на меня вышло. И он говорит, я встретил человека. В жизни не встречал такого счастливого. То же самое, не знакомый с генералами. Я могу поверить, что они понимают правильно. Почему? Все ответили одинаково. Вы делаете то, что вам нравится. И вы вкладываетесь весь в это. Я говорю, тут показывают, такие там пашки делают. Убийцы, блудники, насильники. Мне это уже вот так вот не нужно. С пара на пенсии, а я сижу, ну разбираю, миловать или судить, что с ним делать. Вот сейчас, говорит, пришел пенсионер, говорит, плачет. Я, говорит, всю жизнь работал на заводе, квартиру получил уже, перестройки у него, выкупил. Дочка не послушала, за какого-то выскочила. Хлюс какой-то настоящий-то. Беременная остается, он ее бросает. А квартиру держит пополам. Квартиру, за которую я жизнь положил. А судья сидит этот, говорит, Пашков Виктор Иванович, я вас назову даже, не боясь. И он говорит, я ничего не могу сделать, я блюститель закона. Я закона не издаю, по закону имею право на эту площадь, он прописан. Он муж, и вы прописали его сами. Так, так, скажите, как я могу сейчас лишить его жилплощади? Так он сейчас ходит, приводит какую-то другую бабу, здесь на этом законе не сказано ничего. Не по совести мы делаем, неправильно, но это закон. И закон это все-таки лучше, нежели начнем мы тут майдан устраивать. Я сижу, слушаю, да. Вы что делаете? Вот мы посмотрели, что вы делаете. Вы делаете все время дела такие необычные. Выступаете в печати, по телевидению. Три программы регулярно делали. Три программы, одна онлайн, часовая, еженедельно. Прямо в эфире вопросы-ответы. Я не могу говорить от микрофонов этих. Динамиков не отходим, слушай. Вы, коснулись прошлого судебной системы нашей, отвечаете. Тот отвечает по военному делу, военного коснулись. Третий отвечает по семейным, я как раз решаю. Я работаю в тюрьме 18 лет. Вы отвечаете по деревьям, делам, а я как раз решаю. Главный банкир края. Мы встречаемся с ним. Я с ним книгу новую издал, он помогает. Деньги-то. Ну деньги-то не мои. Я не могу ни одной книжки издать. И он уткнулся в книгу, ты считаешь. Я к нему обращаюсь и говорю. Он, да, кстати, я тут такое нашел. Я живой перед вами. Меня спросите. Да что спрашивать? Мою книгу же смотрит, которая вышла. И он уже в этой книге нашел все, что я и не нужен там ему. Это чего-то стоит. Я еще раз хочу сказать. Быть счастливым можно только во Христе. Я сейчас занимался в тюрьме. Ни у кого из устников, у верующих, ни у кого этого не было. Каждый день с 8 до 10, 10 отбой звонок на тюрьму. Ну, дверь открыта, камера, охранники собираются, стоят здесь, а я им проповедую. Три человека на 70 в камере нашлись, которые не курят. Тщательно моют руки, я им даю Евангелие. Все замерли, ни один не закурит. За ними смотрит пахан старший. Раствор заходит. Ни один. Полная, абсолютно мертвая тишина. И за ним я им проповедую. Мне говорят, вот вчера в ночь молились. А там попеременную одни спят, другие ходят, потому что положено там 20 человек, их под 70 натолкали. И попеременную это. Ну, вчера молились здесь. Я спросил, вот такой вот, зашел, когда смотрел в камеру, тут койки, шконки называется. И вот такое вот добери, вот как вот эта полоска. Я туда втиснулся, повернулся и говорю, скажите, а вот я буду стоять, молиться здесь, вам не помешает. А тут все по-своему с ума сходят. Как у кого дела? Ну, с ума сходят, они откажут от этих слов. Вчера, говорят, вы молились на коленях, стояли, 7 человек стояли, молились за вами. Можно мы сегодня станем с вами молиться? Я спрашиваю людей, которые большие строки отбывали, верующие. Было ли у вас? Они, говорят, даже не слыхали такого. Почему? Это не мое. Деньги не мои. Молитва не моя, ничего нет. Веталий бегом, бежит. Он понимает, не шуточный разговор. Смотри, бегом. Тут, как видите, как он побежит. На металле не управляем. Управляем, вполне. Посмотрите, в окно, глядите, как он побежит. Внимательно, глядите, открываешь он молодца. Так, последнее уже, до синиша остались минуты, секунды. Внимательно смотрите. Все, выдавься, последние минуты. Все. В прошлый раз он у меня в лагере был, видите, я его выгнал, выгнал самым настоящим образом. Немедленно уезжать. Такое было, что и... Ну и еще, опять разрешил. Это первый случай такой. Снизу надо, как другие были. Это уже все, навсегда. О, это так самое, беда. Разворачивай задом. Жест сзади. Так, теперь слушай внимательно. Объясни, что это такое? Как ман. А зачем он может? Что он где уложил? Я ключи, да. Так, а вот у тебя сбоку вот здесь есть карман. А это для чего? Руки. А? Руки ловишься. В храме не влюблен? Не, не в храме, а так. Я говорю, храм ты наделал. А, в храм? А еще раз говорю, поразмернее тут с травмотлот. Так, для чего это тебе в храме? Вот это вот. В храме они не нужны. Не нужны. Дальше. А вот это для чего? Класс. В храме. Кружес, принт. Ну, да. Класс. Так, теперь смотри внимательно. А вот эта полоска для чего? Вот эта вот полоска. Ну да, полоска. Полоска? Так у меня такой. Я говорю, Вовка, зачем ты это сделал? Делал. Я говорю, ну да. Я. Ну да ты. Зачем? Ну, конечно, все слова по вопросу. Отвечать-то надо. Зачем ты сделал это? Я тебя конкретно спрашиваю. Ну, это дизайн такой, видимо. А что это такое? Образ такой. А? Ну, образ такой сделали. А кто его делал? Кто делал? Ну да. Ну как то. Модельеры там. Модельеры. 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 А ты слышал такого священника, отец Андрей Ткачев? Да. А ты знаешь, как он бежал с Украины? Нет. А за что он бежал? Тоже не знаю. Ему смерть грозила. Да. Когда пошли гей-парады, он восстал. Да. Восстал. А до Содом горит, Украина, погибнете все. Я другого не знаю, такого смелого священника. Но у меня внутри такой, рано или поздно, он у меня надкрелся. А он берет, может, войну мне. Чего? Ну, я так, мысли у меня такие есть. Вот. Потому что кое-где я говорил. Он говорит, а не смотрит, что в храме делается. Я его заливал. Повод-то я даю. Вот так. И ему пришлось скрыть оттуда. Ему смертельная опасность. Был я так слышал, такие сведения. Он герой настоящий. Он против гей-парада. Вот эти вот гей-парадники, это они изобретают. Ты не думай, что просто так. Так, раздвинь-ка. Мокня не моталась. Заметь, как они. Заранее сделаны. И вот так только должен стоять. Теперь, если ты стоишь так, то у тебя вот эта полоска, зачем она? Она ничего не соединяет. Она точно по разрезу, который Бог сделал. В человеке сзади. И теперь ты, когда кланяешься, тебе вот она туда. Раз. Полностью тебя. Все. Две подушки. Делай размер. Подручники. Ты смотри. Вот это для чего? Для чего? Как будто трусы, что ли? А? Он начинает помехать. Кто это делал? Это все делают садомиты. Разрезы платьев, высокие каблуки. Это они все захватили. Это проклятый садом, который будет гореть. Зачем тебе вот это? Она точно там, где у тебя сгибается нога. Во время... А у нас выше, так, как заходишь в храм, и написано. Не носить одежды, джинсы, облекающие плотно. Составлял устав я. Никогда у нас таких не было. И вот Господь ворударание заложил. Это еще одно самое лучшее, что ты мог сделать, попросить бросить в огонь. Но я тебе этого не говорю. Потому что ты бедный человек. И вот смотри. Теперь, в виде, переворачивай на эту сторону. Эта полоска, вот она выше-то. Сколько здесь? Ну, 3-4, тут не так. А она немножко ниже. Зачем? Походи сейчас. Ты носишь там, не знаю, сюда, Королева. Смотри, ты-ка где-то такая попалась-то мне. Теперь слушай внимательно. Внимательно. Пока, держи так. Чтобы все нормально будет. Если вы зарядите, я думаю так. Город, где такая страна, Таиланд. Туда многие едут отдыхать в Таиланде. И вот шофер там пьяный оказался. Что у нас будет делать ему? Ну, права от него там какое-то время и все. Там не так. Этого мужика арестовали. Он не сопротивляется. А куда-то? В полицию-то где-то. Они его там обследуют. Здоровье какое у него. Врач сидит здесь. Сидит. Один полицейский пишет. Наконец-то надевает на него особая форма. Вот так. Кожаная, как бы, трусы. Но вот эти вот места, булки-то ему наружи. Наружи совершенно. Теперь. Ему на ноги там такая стоит, как шарака. Вот так руки, наручники привязывают. Сзади пояс. И один человек стоит. Но у него что-то такое. Видела? Да. У него что-то такое в руках розга. Какая-то современная. Не прутья. А что-то такое тонкое. Как полоска, которая режет. И вот он стоит. Его приковали, все. А тот стоит там. По-своему говорят. Я понимаю. Так. Ну что, приступили? Приступили. Начинает раз. И у него вот голые места. Вот так вот. У тебя в храме, когда ты стоишь, я никогда такого не видал. Ребята, рима тебе играет это. Играет. Вот ты сам не замечаешь даже. Ну я тебе говорил. Ты сказал, да, я думал о блуде. Так. Теперь. Второй раз. Наконец темнеет. Потекла кровь. Но маленько смещается. Видела? Марина все видела. Это официально. Не возражает никакая администрация Ютуба, никто. Снова начинает. Опять. Перековали его, подтянули. Он молчит мужик. Опять. Как врежет. У него вот так вот все. Это не он. Это сопротивление. Ну и бьют по тому месту. Не по спине. И дальше он режет его. И наконец все. Последнее. Дальше открутили его под руку. И пошел наш добрый шофер домой. А дома теперь два месяца будет лежать на животе и с ложечки кормить будут. Вот чего нам не хватает. Нас говорят, почему у нас не учатся ни у кого наши коррупционеры. Деньги берут сегодня не миллионами, а миллиардами. В Китае доказали, а он министр. Доказали, доказали. А он сумел деньги переправить, нет. К расстрелу. А расстрелять в тюрьме будет сейчас убирать, что пока заработает на патронах. Государство на тебя не будет патроны тратить. Теперь последнее мы свидание с женой. Последний дед. Выводят его. Он и ведут его, и он плачет. Он понимает, это конец. Наконец его ставят на колени. Все. Следующее. Подводят наркоманы. Девицы молодые стоят. Наркотики. Доказано, доказано. Раз, раз, раз. Все упали. Готово дело. Открывайте ворота. Наши велосипедисты двое поехали. Там я не знаю, то ли они родные, братья или кто. Ну, Китай. Да Китай-то столько народу кишит, украдут. Сразу башка. Давай. И говорят, что нас удивило. Велосипеды мы нигде не прятали, ни к чему не приховывали, как в Европе. Где оставили, через неделю пришли, там и стоят. Вот полные ассигнациями, долларами на остановке оставь никто не возьмет. Почему? Все под наблюдением и смерть. Не руки рубят, как в Тунисе, в Саудовской арабе. Какой рукой своровал, судья только один вопрос задает. Какой рукой брал? Вот ли этой? Этой я никогда не беру. Зай, молоку. Оттяпали, перемотали. До свидания. Я это все видел. Видел, знаю и считал. Так. Тебя возьмем, Сатарь. У тебя очень похожее состояние, когда ты стоишь по разу. Не хватает только вырезать и веща дать тебе. Чтобы она переслась, уже поистине. Коррупционеры в Китае обречены. И русские сейчас стонут. Ну почему у нас этого нету? Ну почему этого нету? Они разворвали. Самый коррупционный край Алтайский. И самая низкая зарплата в Алтае. Где мы находимся. А мы при таком изобилии. Что? Бог. Вот тебе только ехать. Тебя знать никто не знает. Я только поместил. К нам вот с Украины ездят, и ничего нельзя сделать. Испания сразу отсекала себя. Сразу же выставили деньги. И они у меня лежат. Чтобы тебе дать в момент, где-то заплатить, поехать. Додумал. В дом заехать. Запомни, как их зовут. Юрма. Знаешь. Ты сюда ехала. Не знала, до Москвы добраться. А Москве совершенно не знакомы. И даже мне сразу тебе говорится все. Что Христос. Это все христиане. Это от Христа. Итак. В храм ты не входишь. В деревне. В деревне мы распоряжаемся. Я тоже тебе не хочу дать под разрешение. Вот. Перешить ты можешь. Надежда Васильевна. Вот сегодня я смотрел, как стоят. Образцовый, очень брифил у Сергея. У него рубашка длинная, вот у меня зеленая какая. Она опускается вот до этих пор. Рубашка опускается. А это само по себе. Где-то ты можешь, здесь нет. В шестнадцатом году проходил все лето, а здесь потеряешь. Может быть. Теперь пусть и как. Не зацепили вовремя. А я тогда-то был, я тогда-то то делал, то другое. Может быть это... Это еще оправдание? Нет. Я просто... Ну, просто я тебе говорю, что это наша вина, что тебе вовремя. Я прокинул. Никуда не взгляни сейчас вот такой дизайн, такого характера везде. Да не дизайн, садок. Не выдумывай, конфессия, динаминация. Эти слова отсутствуют в Библии. Это ересь. Библии православные вестники, их выбора нет. А какой ты динаминация скажешь? Почему вопрос неправильно? А как? Вы даже спросите, а какой дизайн его адрес? Он сразу глажал вот такие. Как какой? Ты не православный? Нет. А основной дизайн. И все. Еретики, безбожники. Вот я сегодня говорил о субботе. Ты думали субботу праздновать, отказаветь ее? Они Христа не знают. Я им говорю. Знаете, вы очень хорошие люди. Они не пьют вино, не едят свинину. Мусульмане даже и любить таких людей. Но ведь Христос был в преисподних местах в пятницу-субботу. Субботу он нарушил. Он там трудился. А он не сходил туда. Я говорю, как не сходил? Написано. Первое, Петра 4,6. За того мертвым благобествуемо. И он сошли, садя в преисподнюю. Это надо понимать так, что преисподняя – это земля. А преисподняя, где души думают, там нет. Я говорю, как же Лазарь разговаривает. А это притча. Я говорю, как не было. Телом он лежал в Гефсиманском саду, а душа? Такой души никакой нет. Чтобы оправдать субботу, им надо теперь доказать, что Христос не сходил. Значит, ада нет. Геенной вечного мучения нет. Я говорю, душой сходил? Души нет. То есть все, что препятствует принятию воскресения, они начинают отсекать от самой истины. Я говорю, чем ваше... Вот это то, что тело, возьмем сущность, отличается от таракана. Ну, я человек... Ну, люди будут в вечном учиться? Нет. А как? Ну, как в Толомах, Гавят, и все в Малахе написано. Как так? Пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25-46. Так? Ну, жизнь вечная будет, а тут написано, жизнь вечная запитая, а грешники в муку вечную. Одно предложение. Жизнь вечная вы принимаете. Ну, это понимать надо... Ну, как понимать? Вы это понимаете вечную? А почему второе слово? Вечную не понимаете так? Не знаю. Вы рукавые люди. Мы с ними разговаривали, я их хорошо знаю. Вот это самая ситуация. Мы отвечать будем за все. За мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. Какое дадим оправдание? Что скажем, защиту свою. Найдется для нас сострадание? Найдется ли место бою? Можно не говорить. Можно молчать. По-старобрящийски. Но, однако, на Езекииле 3,18, говорит, если ты видел, что он согрешает, а ты не сказал, он погиб. Но его кровь, я взыщу из тебя, говорит Господь. Почему такой бесчувственный был? Но если ты ему говорил, а он по-своему, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Нет такого, что давайте, ну, только молчи, только никого не осуди. И один говорит, священник, без пробелов, пишет так, всех любили, кого не осуждают. Одно слово. Всех любили, кого не осуждают. Без пробелов, все, одно слово. И священник, это называют любвисты. Владимир Войнович написал такого священника, его отец Звездой не звали, говорит, он не крестился, а звездился. Звездой показывал. Ну, кому есть. Вот мы сегодня что поимели. Так, Лёва, ты все время отвлекаешь, даже сам не слушаешь. А зачем ты сейчас это делал? Не надо. Тимоша внимательно слушал, ты его отвлек и начал ему козюльки строить. Мне однажды сделали замечание. Я с ребенком говорю, а там коза, дерево, идет, там бесстыжие глаза. А это знак сатанистов. Руки когда показывают. Все сатанисты, министры в Америке, все. Которые все показывают вот так. Но это для значающихся, что я сатану призываю. Я просто показал, чтобы у нас так не было казать о резах. Это рога, это Олегова. Да. Ну, и все такое. Но это обычно не показывают. Я объяснил один раз, а больше старался не делать этого. Итак, начнем с начала. Против пепросини мы оказались слабаки. Два раза, один раз случайно. Просто она наткнулась, там ягоды выросли, как ведро. Она хопанула его и сразу ее она брала. А так и не так сегодня. Мы видели, как она берет. И она двоих за собой потащила. Поэтому ничего бы не было. Полтари бы кружки, может, набрал только. Ее пристроил к яве. Если он наблюдал, чтобы никуда не заполз. А он вперед ее, а вперед он ее не видит. Он начальник или советник, они бьются. Этого не будет. Вы не можете работать так, как работаете протяне. Ты согласен? Ты согласен, да? Это половина ягод, которые у тебя вот в чашке, половина и протянет. Ты еще не знаешь. Минимум в два раза меньше, даже при ее руководстве. Она только... А сколько мы там были-то? Два часа. А? Два часа. Два часа, за два часа. Ну вот так, если Господь благословит, завтра мы пойдем этим кругом. И этой стороной мы выйдем. Все, пока. Благодарим Бога. Убери пока не брохнуло. Кормой зацепилось. Корабль на развороте не вышел в канал. Господи, прости, по-другому. Господи, слава тебе! И священник Андрея благослови, укрепи. Чтобы он не стал врагом нашим. Любовь под нападок Максима. Ты знаешь, Господи. Влечи сердце его, сделай его христианином. Пошли к нему добрых благовестников. И сохрани наше сокровище, сайт Корма в Ютубе. Для пользы людей. Будь милостив к нам, Господи. Этим людям покажи, что мы стараемся, чтобы все спаслись. И ищи своего. И брата Акима, путешествующего. И езду. И расположить ему сердца родственников. Чтобы они не покусились на его жизнь. Защити его, Господи, дивный Создатель. Хвала тебе, слава. В честь тебе и поклонение наш любящий Небесный Отец. Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо. Еще вот это мы должны проехать. Посмотрите. Адрел, подожди маленько. Маленько. Внимание, внимание. Маленько. Я ухожу сейчас по этому маленько. Я обращусь к вам. Вы заметили, как Галина Александровна приехала, и кое-что изменилось у нас. Мы иногда с ней сталкиваемся где-то. Бывает, что-то она не так сделала. Она сейчас была, открыла там, пробежала, и комары все открыты. Она мгновенно сразу. Я виновата. Я говорю, комары тебе будут? Да, будут. Но виновата я. Все, вопрос снятый. Она не оговаривается. Я только сказал, где-то гляжу, уже на столе все это стоит. Мы с ней давно знакомы. Я знал, когда она была девушкой. Она была в лагере. Я ей характеристику писал. Характеристика такая, что, говорит, в тюрьму с такой характеристикой не примут. Но я указал ее ревность, желание и прочее. Желание у меня дома на квартире с девушкой Наташей. Все я ее хорошо, очень знаю. Очень хорошо. Где у вас тут брачная-то была? Свидетельство, товарищ. На скворечнике. Все, на скворечнике. Я им отдал и ушел. Так что вы тоже мои. Смотрите, как. Не дерганы, ничего. Спокойно у нас было. Мужа, я знаю, раньше было. Маленько приглядитесь, пока она здесь. Чтобы не было так. Не так, я деревянное лицо сделаю, я тебе все равно. Или молчать буду. Я тебя молчанием изведу со свету. Нет. На лице должно быть написано радость. Я благодарю тебя, Господи. Ты с нами. Я ко всем говорю. Потому что не зная, как за нами смотрят даже дети, мы оставляем у них отпечаток. Оттаск. Вы должны поехать сюда, другие. Вот она где-то что-то была. И вот эту просит, тоже песочил тут. А вы видите, какие отношения пошли? И на Полине, и здесь. И она в храме, где даже разуется. Мне все нравится. Почему она всего ухватила здесь это. Но я не могу сейчас что-то делать так. Поэтому прошу быть внимательными тем, кто у нас люди. И добрые друг от друга принимать. Все у меня. Может, завтра еще на нас спорили где-то. Я не знаю. Но по сегодняшний день признаков на то никаких нет. Мы сразу разрулили ее. Почему? Благодаря ей. Я буду настаивать на своем. Она пришла за вас сегодня, когда тайствовать. Я говорю, нет. Это тот момент, когда нужно пойти. А вот женщина бывает нечистоте. Как можно нет? В храм ходить? Объяснять по-разному. Можно. Но не прикасаться ни к Христу, ни к иконам, ни подходить нигде. Побыл и ушел. Понятно. Это на это прямо Канун. Правило есть такое. Вам понятно, о чем говорю. А если оно Крещение? Было такое. Приехали с севера далеко. Назначен день Крещения. Не у нас. Тут я был у одного протеерея. Я у нее случилось это. Он сразу подошел ко мне. Кандидат богословских наук. Оратор. Что делать? Я говорю, что говорит Канун? Ну вот так. Ты тебе иди отложи. А ей надо срочно. Пусть телеграмму даст. Вы помните остров? Когда торопилась она. А он говорит, не надо торопиться. Оказывается, у нее там прорвало трубы. Там ремонт идет. И она не нужна была дома. Помните? Это Петр Мамонок играет. Так и здесь. Доверься Богу. И он ее оставил. Пришло время. Следующая неделя. Вы не знаете, как делается в Израиле? В Израиле это не так, как у нас. Каждая женщина отмечается, когда у нее нечистостат. Она обязана сразу пойти там, где в полицию. Специально миг совершает омовение где. И ее сразу фиксирует. Сколько у вас продолжается? Она говорит, 5-7 дней. Все. Она дома не появляется. У них с мужем свидания впереди столько. Они долго расстаются, как первый раз встречаются. А теперь стоят вот так вот. Стоят вот так. Сфотографировал. Совершенно голые женщины. Совершенно. Ни одной нитки нет. И полицейский у одной этого расширяется, смотрит на края. Говорит, а что ты там нашел? Он, видимо, как священник. Проверяет. А после этого все закончилось, закончилось. Анализы взяты. Все чистое. Омовение последнее. До свидания. До следующего раза. А они боятся Бога. А они боятся написано, что если мужчина, женщина из чистоте, приступит к ней, то будет предан смерти. А сегодня вообще ничего не знают. Скотина знает. Шолохов пишет. Говорит, сучка не скочит, кобель не скочит. Он мне это Аксинит Астаховый ответил. Глебов играет. Гришка. Мелихов. То есть собака, любое животное, у нее определенное время. И сразу она издает определенный запах, они остальные все с ума сходят. Какая-то бежит вот такая священка, за ней 10 кобелей. А он еще не может сделать это у него. А у человека разум. Он должен спросить, проверить. А сегодня ничего не знает. И поэтому это очень плохо. Это мучить надо маленьких. Маленьких, чтобы даже это знать. Поэтому определенные дни во время поста, соития, мужа с женой, законной, в чистоте не должно быть. А дети засчитают в беззаконии, они такие вот и растут. Понятно? Я спрашиваю, понятно? Да. Все, во славу Божию. Я ушел. Спасибо. Спасибо. Спасибо.